Книга «Открытым оком», 30-й том, тема «Интернет», вопрос 4108. «Что случилось с вашим сайтом в интернете, где выставлены были все ваши книги, и что в него войти невозможно?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Платить за это дело я не могу, а потому все делает кто-то. И вот помогавший устранился от всего дела, и более двух лет уже никто страничкой нашей не занимался. И ее задвинули в самый дальний закуток на книжную полку, на нижнюю полку. Это похоже на то, как кто-то знал бы, что вот в таком-то магазине есть наши книги. Он пришел бы туда, а там вовсе и не книги, а хостовары. Но там он спросил и узнал, что нужно пройти в кабинет директора, и там он найдет. Он зашел, но там ничего нет. Он снова спросил, ему указали на следующую дверь дальше кабинета директора, где нет ни окон, ни указателей, где эти книги. И там они навалены в углу за другими книгами. Если бы это было сказано в объявлении, то кто-то и мог бы их найти. А так уж только разве уж чудом кто-то натолкнется. Подобное бывает от безразличия. И еще в самом начале я просил создать запасное место на другом сервере, но это не было сделано. А сам я совершенно немощный в этом деле. И думающие о своем деле это обдумывают. Вот как было подобно удушенному Каю, когда поступил указ убрать их материалы из интернета. Кавычки открытые. Конечно, слух о них этого не говорят. Формально причина чисто техническая. Сайт, по словам провайдера, был закрыт в связи с массовой рассылкой несогласованных предварительно электронных писем. То есть, проще говоря, спама. Стоит ли говорить, что никакого спама с рекламой сайта, как утверждает провайдер, мы, конечно, не рассылали. Да и зачем бы нам это было надо, учитывая специфический характер нашей читательской аудитории. Православно-патриотическую тему пока еще нельзя называть массово популярной и одновременно стабильно растущую посещаемость сайта. На это представитель провайдера Петерлинг строго заявил, что ему поступила чья-то, чья хотелось бы знать, жалоба о том, что адрес нашего сайта упоминается в некой спамовой рассылке. Сделана эта рассылка, естественно, с какого-то липового адреса. Никакого отношения к газете «Русь православная» она не имеет. Несмотря на это, мы в одночасье оказались в положении обвиняемого, который должен доказывать, что он не верблюд. И нас без лишних слов выгнали. Конечно, мы могли добиться восстановления нашего сайта через суд и наверняка бы выиграли бы процесс, но это отняло бы массу времени и сил, на что, видимо, я был и был расчет. Что же касается реальных причин этого наезда, то наш источник в аппарате губернатора Петербурга сообщил, что буквально накануне им позвонили сверху из Москвы, из администрации президента, и потребовали разобраться с этим безобразием, то есть с деятельностью РПМ, имея в виду в первую очередь распространение фильма «Россия с ножом в спине». Сперва предполагалось, что именно информацию о фильме мы должны будем убрать в обмен на восстановление работы сайта. Об этом, во всяком случае, вели переговоры в понедельник, 17 октября. Однако, когда на следующий день скандал стал достоянием гласности, известия, например, сообщили о нем на первой полосе, а мы обратились к своим единомышленникам за поддержкой, позиция руководителей Петерлинка изменилась. В результате, утром 19 октября, администратор отдела хостинга Кирилл Шевчук, электронная почта записана по иностранному, уведомил нас, что, учитывая содержание вашего сайта, а также принимая во внимание ту информацию, которая была размещена от вашего имени на других информационных ресурсах, в сети интернет, в частности, по адресу «россия-талк-ком-душ» по-английски. В связи с этим, мы предлагаем вам до 1.11.2005 года забрать с использования протокола материалы вашего сайта, размещенные на нашем сервере. После 1.11.2005 года ваш аккаунт будет закрыт. Неизрасходованный остаток средств по договору вы можете получить в кассе нашего офиса. Кавычки закрыты. Выводы и сказанного каждый может сделать сам. Мое же мнение таково – это нелепая попытка выдавить нас из интернета при нынешнем-то уровне его развития, и диверсификации стало результатом раздражения и растерянности в жидовском стане. Прижать нас юридически у них никаких шансов нет, уже пытались неоднократно, и ничего не вышло. Слава Богу, любить Россию, русский народ, использовать свою веру в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и проповедовать православное церковное вероучение, в том числе и о сатанизме жидов-богоубийц наших законов пока не запрещают. И любить евреев не обязывают. Вот и предприняли бедные жидки от безысходности эту глупую акцию, которая никакого плода им, естественно, не принесла, а только в очередной раз привлекла к Руси православной всеобщее внимание. Русь православная в кавычках. Кстати, среди рядовых русских бюрократов жиды тоже особой любовью не пользуются. И выполнять все их капризы, в кавычках, в темпе вальса на раз, два, три, никто, поверьте, не спешит. Вот и в нашем случае, скорее всего, какой-нибудь ленивый чиновник инициировал всю эту возню вокруг Руси православной просто ради галочки, чтобы отчитаться перед высшедшим жидолюбивым начальством о проделанной работе. В кавычках о проделанной работе. Отчитался, болезнен. И ладно, мы на тебя не в обиде. Вообще-то мы стараемся не переоценивать значение нашего сайта. Он, конечно, далеко не самый посещаемый в Рунете. Круглые скобки. Парнушка, например, гораздо популярнее. Круглые скобки закрыты. Но в пиковые дни, в пиковые кавычках, скажем, во время скандала с письмом 500, его ежегодно, ежедневно посещают по несколько тысяч человек. Около 4000 пользователей являются подписчиками электронной версии Руси православной. Да и рядовая будничная посещаемость у нас тоже вполне приличная. К тому же она стабильно растет. А фильм «Россия с ножом в спине» вызвал очередной всплеск интереса. Только за первые две недели в Питере было продано, насколько нам известно, более 5000 копий и еще несколько тысяч заказов пришло в студию Поля Куликова. Со всей России. Не Гарри Поттер, конечно, но для православно-патриотического проекта весьма неплохо. Согласитесь, теперь мы обязательно продублируем наш восстановленный сайт в разных зонах интернета. Если на РУ наши начальнички еще могут хозяйничать, как у себя дома, то, например, на ОРЖ им будет гораздо труднее так безобразничать. А в случае чего мы переедем еще дальше к провайдерам Индонезии или Венесуэлы, например. Так, чтобы прочь уныние, что бы ни случилось за все, слава Богу. Кавычки закрыты. И отвечал сановник на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, то есть этого не будешь, но есть этого не будешь. Псалтирь 144.16 Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Премудрость 31.20 Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Сумел же Ио счастье раздобыть. В конце концов, конец концом слепился, остался в Библии, как погруженный в спирт, такая яд, как будто небылица. Тем сыновей и три дочурки нежных раздавлены самумом тяжкий час. Сам сатана на Ио нам брешет. На нем спотнулся, сгибнул из очах. Богаче всех был сыновей Востока. Сада пространства тучей накрывали, но день пришел, стал на болоте топком. У сил небесных вроде как вопали. Исчезло все, рассеялось, как дым. После пожарища дымят лишь головешки. Пришли три друга с Иовом немым. Молчали всю неделю сочувствие в матрешках. Заговорили, но что они несут? Поносят Иова все Богу в оправдание, но Иогова не подпишет суд. Бог вопрошает о незримом дальнем. Все разъяснил. Дожди, рассвет и радость снова возвратились к житиям страдальцев. Вдвойне вернулось. В чем врагом обкраден? Эксперимент над Иовым вполне удался. Как видим, Бог суров, но справедлив. Не здесь так вечности учтет страдания наши. На камни дом не бросит и разлив. Врага молотит. Он не так и страшен. Страшнее всего, фальшивые друзья. Так хочется стать грозным прокурором. Подвох к ним подкрадется и резня. Молвой достанут под затишей кровлей. Для раненых легко ли быть врачом? Не уязвляя языком несчастных. С молитвою нередко и молчком. Суд Божий должен с христиан начаться. 25 октября 2008 года. Игнатий Лапкин.